Девушки, я думаю, пора проявить нам свою патриотичность и поддержать молодого симпатичного певца Ионелла Эстрати. Хватит мечтать о Роберте Паттисоне, и у нас есть свои таланты. После того, как Ионел Эстрати хотел убить сразу двух зайцев с одного прицела, и у него это не вышло, ни на Евровидение, ни на фабрику Дистарруль 2 не попал, все же молодой артист духом не пал. В прошлую субботу Ионелл выступил в одном из столичных клубов, где пел 100% лайф. Я не сожалею, что не получилось с этими проектами, потому что все, что не делается, делается к лучшему. Нас всех волнует один вопрос. Почему ты решил пойти на фабрику Дистарруль? Захотелось известности? Я был вместе с друзьями на кастинге конкурса «Фабрика Дистарруль». Подумал, почему бы и мне не попробовать, и в результате я туда попал. Значит, так должно было быть. Так как на телевизионном шоу тебе не удалось задержаться надолго, может, в следующем году на Евровидение снова? Я работаю в поте лица, буду участвовать на конкурсе в следующем году, напишу очень хорошую песню. Не могли не задать вопрос о том, что артист думает о тех, кто поедет представлять Молдову в Осло. Они были моими фаворитами, если честно. Мне нравится Оля Тира, Санстрок Проджект. Кстати, Янил взялся за дело. 1 мая открыл свой сайт, чтобы фанаты знали, где найти информацию о своем идоле. Над сайтом я работал совместно с русскими известными блогерами. У меня много фанатов, и они давно хотят скачивать мою музыку, смотреть мои фотографии и видеозаписи. И это еще не все. Начинающий певец собирается покорить своим голосом и зарубежные страны. Хочу не только покорить молдавский шоу-бизнес, но и шоу-бизнес Румынии, России. На данный момент я записываю две новые песни, а летом хочу заснять уже третий клип на одну из баллад. И в конце года хотелось бы выпустить мой первый альбом. А сейчас, внимание, Янил Истрати сделает заявление, которым разобьет сердца многим невестам. В основном я пою в клубах, на свадьбах я не пою.